Девушки отдыхают Она равна 0-0-0-0-1 процент Высекаешь? Так что гуляй Развлекайся Пока Дмитрий Михайлович, у меня к вам есть одна просьба Майя сегодня уезжает И мы боимся, что по дороге могут на нее Да Через час Ой, спасибо вам большое Спасибо, Дмитрий Михайлович До свидания Михайлович, выделю тебе дополнительную охрану Спасибо Ну что, может тогда чаю? Давай Пойду поставлю Алис, подожди Я хотела тебя, кажется, спросить Ты действительно любишь Султана? Да, люблю И ношу его ребенка Ты готова ждать его 10 лет? Я и не собираюсь его ждать Я добьюсь освобождения мужа, чего бы мне это не стоило А для начала подам апелляцию Здравствуйте Ты кто? Я Султан Слышали? Султан Хороший кликух Это не кликуха, Брэд Это имя такое Султан А, понятно Ну и за что тебя тут закрыли? Двести первую часть вторая Юная снежинка На моих губах Сделал я ошибку Полюбив тебя На ветру летаю Ты меня зовешь Ночью я растаю Утром ты уйдешь У меня лишь вечность всего А у меня лишь вечер всего И тебя желаю Я тебе желаю всего Я еще не знаю всего А я уже не знаю всего И тебя желаю Я тебе желаю всего И тебя желаю Я тебе желаю всего А у нас другой Слушок прошел Что к нам должны Насильника подкинуть На перевоспитание Так сказать О как Стало быть В насильнике Меня уже записали Да? А чем докажешь Что это не так? Клуб Мещерский Знаешь, нет? Который сгорел, что ли? Да Я его владелец Бывший Точно Точно Я его с газеты Срисовал Там еще фотка была Имя запомнило Я тебе даже завидую, Алиса Вот я никогда никого не любила Ничего Придет время, полюбишь Алиса Федоровна Все готово Люди Дмитрия Михайловича ждут внизу Все спокойно Спасибо, она сейчас спустится Ну, извини Ошибочка вышла Бывает Располагайся Давай знакомиться Я Георгий Можно просто Грек Морда Ну, это по физиономии понятно Малой Малой Очень приятно Садись Ну, вот ты сел Ну, что ж Надеюсь, что теперь в жизни у тебя все будет хорошо Главное, грамотно деньгами распорядись И постарайся жить в удовольствие Ой, не знаю Какое там удовольствие Если мне за каждым углом Лебедев мерещится Зачем я только с ним связалась Это пройдет А если не пройдет То позвони мне через несколько месяцев Ну, а чем ты мне поможешь? Я сообщу тебе Что Лебедев сидит за решеткой Он обязательно оттуда сядет Я была бы счастлива Будешь? Конечно же будешь Можешь не сомневаться Тимка Тимочка, сынок, что с тобой? Тимка, разве ты не соскучился по своей маме? Тим, ну скажи мне хоть слово Тима! Что вы с ним сделали? Да ничего С ребенком все в порядке Просто отвык от матери Вы его чем-то накачали? Совсем рехнулось? Кому охота рисковать? Тем более пацан у вас спокойный Побузил первый день и нормально Тогда что с ним? Я говорю, это у него на тебя такая реакция А мы с ним даже подружились Да, Тим? Так ладно, разбирайся тут сами Передай своему шефу, что он сволочь Если хочешь, сама ему это скажи Но я бы тебе не советовал Да пошел ты со своими советами Тимочка, сынок Ну скажи мне хоть что-нибудь милое Я прошу тебя Тимка! Я был уверен, что его оправдают Судья был явно на стороне султана И вдруг Такой приговор Да тут все понятно Судью подкупили Все не так просто Судья уважаемый человек Принципиальный Такого не купишь Тогда как он мог дать невиновному человеку 10 лет? 10 лет! Он же прекрасно понимал, что султан невиновен Видимо понимал По моим сведениям Судью прессовали с самого начала Даже самоотвод не дали взять У каждого человека есть своя болевая точка Вот на нее и хорошо нажали Был заказ посадить султана Судье просто некуда было деваться Неужели Лебедев так влиятель? А кто сказал, что это Лебедев? Тим Почему ты ничего не ешь? Тебя сегодня кормили? Не знаю Ну съешь хоть что-нибудь ради меня Вот это еще Пожалуйста Секунду Ну что Блудный сын Вернулся в лоно с людьми Поздравляю с воссоединением Что вы сделали с моим сыном? Он подавлен, ничего не ест И почти не разговаривает Ну наверное ему у меня больше понравилось И возвращение домой Вгоняет его в депрессию Я могу забрать его обратно, если хочешь Вы не умрете своей смертью Вас Бог накажет за то, что вы так обращаетесь с людьми Зря ты это сказала, Инна Ты даже еще не представляешь Как я умею обращаться с людьми И теперь ты испытаешь это на собственной шкуре Все, в твоих услугах я больше не нуждаюсь И не получишь больше ни копейки Я вас настолько ненавижу, что мне противно брать ваши деньги Ну и прекрасно Я избавлю тебя от этой неприятной процедуры Хорошего дня Хотите сказать, у султана есть еще какой-то враг? Более могущественный, чем Лебедев? Лебедев, конечно, не мелкая сушка Но с ним можно было справиться И все предпосылки у нас для этого были А кто этот второй? Если бы я знал этого серого кардинала, давно бы засветил его Я осмотрел ту липу, где султан якобы заказывает поджог Запись сделана на высочайшем уровне Значит, на него работают суперпрофессионалы И у него неограниченные возможности Совершенно верно Получается, у нас нет шансов его вытащить Я постараюсь узнать, что это за человек А ты, Лев Евгеньевич, пока подавай апелляцию Мало ли, какие чудеса случаются Тим Тимка, может быть Может, мы пора закрашиваем вместе Тим, хочешь, я куплю тебе Самый большой набор самых лучших солдатиков Бо! Я что ли не в ту комнату попал? Не подскажете, в какой комнате лежит спящая красавица? Очень смешно Понятно, это не та сказка Это, наверное, про царевну Несмеяну Борь, хватит, а дай накраситься, что ли, спокойно Да красьте на здоровье, разве не даю тебе? Наоборот, Люба, дорого смотреть, как боевая подруга Залезав в депрессивные раны, вернулась в строй А что ты тебя на учебу потянула? Ну, в смысле, я имею в виду, полежала бы еще пару дней Хватит Я слишком высокую цену платю, чтобы прогуливать еще Понятно, ты имеешь в виду своего папика? Ты не представляешь, как меня достал этот урод Хорош курить, вы бы хотя бы по одному курили Да, вентиляция здесь еле дышит Им воздуху жалко Это специально Чтобы мы быстрее сдохли Не дождутся Ладно, давай, давай, давай Дай легким отдохнуть Сейчас чиналик добью жалко Я раньше тоже По две пачки день садил А По первоходу Бросил Спортом начал заниматься У меня первая отсидка была в красной зоне Там все цивильно А красная, это что, ментовская, да? Красная? Нет Красная, это где все по закону живут А не по понятиям Понятно А ты что, первый раз видел? Год сто Сто шестьдесят первая Грабеж Только я никого не грабил Как ты там, Тимусь? Кажется, у меня появилась возможность Сегодня приехать пораньше Давай посмотрим вместе какой-нибудь фильм Да, я куплю фэнтези и много мультиков Хорошо? Не скучай там без меня Здравствуйте, Инна Здравствуйте Вы уже вышли на работу? Да, а что? Ну, я просто подумал, что После вчерашнего сырёна Вам нужен отдых? Нет, я в норме Спасибо за заботу Минуточку Понимаете, тут такое дело Вчера владелец приезжал Так И что? Ну В общем, он сказал Не нужен нам больше второй администратор в зале Как не нужен? Как не нужен? Вы же понимаете Я просто перенервничала Из-за суда Подставили меня Терпила подставной И свидетели тоже подставные Это мне знакомо Видно, брат, ты дорогу кому-то перешёл, да? Да Бизнес оттяпать решили Выродки Вот и вся дорога Ну и как, отобрали? А то Два счёта И вот на нору угодил А сейчас за что сидишь? Ну, я вышел И нашёл обидчика И что сделал? Избил? Мочканул Вот этими вот руками Задушил Да Этот Егор Уж больно мне нравится Как он дерётся Сила, реакция Какие-то принципы Если его приручить Будет очень полезным для дела Думается, получится? Должно получиться Иначе он может стать открытым врагом А нам этого не надо Надо найти его Слабые стороны А вы проверьте его Кирюша Что-нибудь свеженькое предложи Я как раз над этим и думаю Когда будете с Катей встречаться Возьмите его с собой Ты что, избавиться от меня хочешь? Смерти моей захотел Инна Я всё понимаю Мне очень нравилось с вами работать Вы показали себя как профессионал своего дела И всё делали безукоризненно Не скажите ему об этом Мне очень нужна эта работа Я могу вам дать самые лучшие рекомендации Это всё, что я могу сделать для вас Может, я сама с ним поговорю? Не поможет Давайте так Я вам скажу всю правду Но это останется между нами Ваше поведение здесь ни при чём Лебедь Вы же сюда попали по его рекомендации Вот А теперь он дал нам понять Что как бы больше вас не опекает А второй администратор нам и не нужен был Я всё поняла Спасибо, что сказали Может, тебе не стоило убивать обидчика Теперь ведь надолго сядешь Ну и пусть Я четыре года просто так сидел Ни за что Теперь есть за что Зато его в живых нет Знаешь У меня ведь тоже похожая история Только мне десятку впаяли За преступление, которое я не совершал Тоже подставили? Да, подставили Улики подделали И обвинили В том, что сжёг свой собственный клуб вместе с людьми А ты знаешь, кто на самом деле его жёг? Да знаю Мой бывший компонент И тебе не хочется его грухнуть Хочется У него уже была возможность вас убить Когда он сюда пришёл И вы ему рассказали про Катю Но он же этого не сделал Ну, одно дело рассказать А другое дело трахаться С его женой у него на глазах Я не говорю на глазах Просто сделать так, чтобы он увидел, что вы с ней пошли И знал, зачем пошли А вдруг он сорвётся Пелена на глаза упадёт Он же из-за меня отбивную сделает Профессиональный боец Ну, тогда надо придумать какой-то другой способ Погоди, погоди Это действительно его самое слабое место Интересно будет посмотреть на его реакции Когда я буду кувыркаться с его женой То есть, всё-таки рискнёте? Отличная идея Надо только перестраховаться Лучше бы уж как-то и грохнул его Тогда хоть какой-то смысл появился бы Выйдешь, будешь мстить? Не знаю Не знаю, что будет через десять лет Семью жалко Ну, тогда молись Богу, чтобы он сам умер, пока ты сидишь Чтоб сюда уж больше не вернуться Хочешь, в нарды сыграем? Давай Эй, кореша Дайте сыграть Да, пожалуйста А, ненавижу этих галсы, как удавка Враг у Игорьки есть Вот видишь Пиковый король А кто? Не знаю Но человек влиятельный и с деньгами Ты чё, мам? Да нет, ничего Я просто ночью плохо спала Скажи мне, Егорушка Эта работа не опасная Да не опасная, нормальная работа Хожу рядом с человеком Ну, ему по статусу положено Для солидности Слушай, не случайно у чиновника охрана, да? Ну, ты о чём опять? Ну, у больших чиновников большие враги Ты пойми Люди годами стоят, чтобы должность это получить А мне просто повезло вот так Егорушка, может, ну, её это работа, а? Ну, чё ж ты у меня такая? Сердце у меня не на месте Егорушка Как дела в универе? Нормально Конспекты вот повторяю А, так я тебя отвлекаю Жаль А я хотел тебя в пиццерию пригласить Угостить самой вкусной пиццей А ты чё, разбогатела, что ли? Ну, так, халтурка привалила Комп от вирусов почистил Ну, пойдём Разорю тебя Добрый день Мне надо поговорить с тобой Наедине Вы не против? А если против? Вам всё равно придётся уйти Ой, Боречка Спасибо Я с тобой пиццу в следующий раз поем Хорошо? Хорошо Спасибо, что не сняла серёжки А я посмотрела Они мне и правду идут Я же тебе говорил Ладно Раз обломал меня с Борькой Значит, пицца с тебя Нет времени Лебедев ждёт Спасибо, что хоть о любви не говоришь Ну, поехали Тим, а я пораньше пришла, как и обещала Смотри, что я тебе принесла Выбирай, что будешь смотреть Не хочу Тим Что с тобой происходит? Может быть, ты тогда скажешь, что ты хочешь? Ничего мне от тебя не нужно А ты почему это? У меня в подвале там было тысячу таких солдатиков Даже лучше А тебя там не было Тим Тим, они тебя в подвале держали? Тимка, сынок Почему там тебя так долго не было? Почему ты не проезжал за мной? Лев Евгеньевич Мне разрешили свидание с султаном Да, пойду Минуту считаю до нашей встречи Ой, спасибо, всё хорошо Нормально себя чувствую, нормально И с ребёнком всё в порядке Да Но я хочу, чтобы он сам в этом убедился Чтобы не переживал за нас Лев Евгеньевич, кто-то пришёл Я вам потом перезвоню Всё расскажу Да, до свидания Тимка, прости меня Тим Тим, я не могла за тобой приехать Я не знала, где ты Спросила бы у дяди Паши Тим, он мне не говорил Почему? Да потому что дядя Паша плохой Тим Я тебе обещаю Никогда в жизни тебя больше не обижу Я Я всегда буду тебя защищать Только ты, пожалуйста Больше никогда не убегай из дома, ладно? Ладно А ты не впускай сюда Назир Не впущу Тим Я умоляю тебя, пожалуйста Давай Давай забудем всё Всё плохое, что с нами было Тим, ты Ты самый дорогой человек на свете И ты тоже, мамочка Султан спрашивал о тебе после вынесения приговора Хотел попрощаться Но ты даже не пришёл Почему ты сбежал? Мне было стыдно Я не собирался скрывать от отца, что завёл роман с Инной Но и понятия не имел, что у неё какие-то дела с Лебедевым Тогда чего тебе стыдиться? Не знаю Просто когда она пришла в суд И всё выложила Я испугался А вдруг отец подумает Что я тоже работаю на Лебедева А это так? Я хочу знать, где мой Стас Стас уже не ваш Вот копия протокола заседания опекунского совета На котором вас лишили права опекуна Подпишите, пожалуйста Ничего я подписывать вам не буду Ладно У меня есть оригинал Ой, а что тут делает Егор? Ты решил мне помирить? Спасибо, Егор Тихо, тихо, тихо Я так соскучилась Ты что, не рад? Я так рад тебя видеть А ты не меня, что ли, ждёшь? Работаю я Что значит, работаешь? Служба безопасности Лебедева Что? Угу И ты меня ещё называешь продажной? Вот видишь Ты тоже считаешь, что я предал отца А что я должна думать? Твоё неадекватное поведение, оно говорит... Ну, испугался я! Испугался, понимаешь? Сам не знаю, что делал Вот зачем мне Лебедев? Отец меня любит, я люблю его Ну, что мне поклясться ещё здесь? Да не надо клясться ничем, не надо Но ты должен всё объяснить султану А как я теперь это сделаю? Что, мне письмо ему, что ли, написать? Мне разрешили свидание с султаном Пойдёшь вместо меня А как же ты? Твоему отцу сейчас и так нелегко А думать, что сын предал его, это вообще ужасно Только ты сможешь развеять его сомнения Хорошо, я обязательно встречусь с ним Но ты мне веришь? Я верю тебе, Назир Но главное, чтобы поверил султан Ему это необходимо Ну, что ж, если вы так реагируете То мы обойдёмся без вашей подписи И так всё ясно Вы не можете заниматься воспитанием ребёнка Значит, решение нашей комиссии было принято правильно А я буду его обжаловать Пожалуйста, успехов Только, знаете, сначала вам придётся заплатить штраф За ненадлежащую опеку Я хочу увидеть своего племянника Где он? А я не знаю Как это вы не знаете? Ну так, не знаю, он сбежал Ой, вы только не волнуйтесь Его найдут Он уже объявлен в розыск Господи, бедный мой Стас Если он объявится у вас Обязательно сообщите нам Иначе вас обвинят в похищении ребёнка Вам понятно? Обязательно Егор, ну как ты можешь? Ну как ты можешь? Я не понимаю Тебе что? Я за денег наплевать на всё Ты что, готов ему всё простить? Но Егор А за что в него прощать? Это ты мне в любви клялась Замуж за меня вышла А сама трахалась по углам, нет? Я тебя прошу Ну хоть ты с ним не связывайся Ну я тебя прошу То есть тебе можно, а мне нельзя, да? Катюш, мне деньги зарабатывать надо Только, как ты видишь, я это честным путём делаю А не проституцией Так что, давай, иди Значит так А если он тебя попросит помочь ему меня раздеть Тоже пойдёшь Иди, иди, иди Ты мне никто Нет, пойдём, пошли Слушай меня Пошли, посмотришь Тихо Мне всё равно, кто тебя имел Имеет и иметь будет Иди Тихо, тихо Иди Назир? Здравствуй, отец Как ты? Я в порядке Прости, что Скрыл тебе связь с Инной Я не знал, что она работает на Лебедева Ну так уж и не знал Клянусь Мне в мыслях не было предавать тебе Так Ну и что, никаких угроз В мой адрес не поступало? Никто даже не пытается с нами договориться? Выжидают Странно Ну что ж, отсутствие новостей Тоже хорошие новости В смысле, суда над султаном? Ещё бы Общественность довольна приговором Кирилл Мне понравилась твоя идея Столкнуть Катю и Егора лбами Мы решили две проблемы сразу Причём легко С полтычка Это моя работа Егор, конечно, виду не подал Кремень, а не парень Конечно, ему же плевать на Катю А вот Катя Катю это завело Она В постели такие фортеля выкидывала Вот с этим надо срочно ознакомиться Циркуляры сверху Кирилл, что с тобой? Ну, говори, говори Что же ты молчишь? Я понимаю У тебя есть повод не доверять мне Но скажу тебе только одно Я всегда уважал И буду уважать тебя Для меня нет Большего авторитета в жизни Чем ты отец А что с Алисой? Где она? Почему не она пришла ко мне на свидание А ты? Ты думаешь, за столько лет работы Я не научился расшифровывать Твоё выражение лица? Ты от меня ничего не скроешь Ты чё глаза от меня прячешь? С твоей женой всё в порядке Она не пришла только потому Что решила Для тебя важнее сейчас поговорить со мной Ну, раз тебе плевать Я вы Вы не договорили Сядь Отец, ещё раз прости Я был неправ То, что не рассказал тебе об Ине Запомни, сын Только слабый человек Во всех своих проблемах Винит окружающих А сильный человек За всё отвечает сам Я тебя ни в чём не виню Сам где-то просчитался Ну, да Кругом одни предатели Ну, и ты же Не из них Видишь, раскраснелся Как невинная девица Я, Кирюша, работаю с людьми уже много лет И научился читать лица Я ничего не скрываю Что же вы прочитали на моём лице? На твоём лице написано Что тебе необходимо найти тёлочку где-нибудь На стороне И мамаша будет поспокойнее, когда увидит Что её дорогой сыночек Интересуется девочками Можно я с этой проблемой как-нибудь сам разберусь? Вот и разберись А то мне надоело видеть Как при каждом упоминании Кати У тебя щёки палают Или тебя заводят Что она шлюха Да я вот этими вот руками Готов любого задушить Успокойся Никаких разборок Пусть всё решают адвокаты Значит Я тебе больше не нужен? Наоборот Ты мне сейчас нужен Более, чем когда-либо Зачем? Алиса нуждается в защите Оберегай её И моего будущего ребёнка Обещай, отец Естественно, с опытом Я уже более десяти лет работаю в сфере ресторанного бизнеса Английский, да, немного На собеседование? Да, конечно могу Через полчаса, через сорок пять минут максимум буду Договорились Угу, спасибо Тимка Тим А мама, кажется, нашла работу Ты же побудешь дома один без меня, ладно? Нам же с тобой нужны денежки Мама, не уезжай, пожалуйста У меня живот и спина болят уже с ночи Тим Ну почему ты раньше не сказал? Я думала, пройдёт Температуры вроде бы нет Не очень плохо Прости меня Я тебя подвёл Ну чё, пацаны Кого первым положить на лопатки? Кишка тонкать, я только Стас поддаётся Чё, посмотрим? Не боишься? Давай Колчина Пойди сюда Здрасте, тётя Лен Здрасте Стаса ищите? Угадала А его здесь нет А я вижу Но ты знаешь, где он И ты мне сейчас скажешь Ну как, дорогой, тебе лучше? Чуть-чуть 37,6 Повышенная Мам, мне снова плохо стало Тим, где у тебя болит? Скажи Везде Тим Сейчас Не уходи Тим, я никуда не ухожу Я с тобой Алло, скорая? Да, у нас срочный вызов Температура, боли в животе и спине Да Тимофей Одинцов, 10 лет Адрес Записывайте Пустите, мне же больно Скажи, где Стас? Ты не понимаешь, что хуже только будет Смотри, смотри Колчина разборки устраивает Говорила, любого на лопатки положат Колчина, у вас там что, спарринг что ли? Рот закрыли и построились на разминку Да ничего я не знаю Чего ко мне пристали-то? Ой, ладно Тетя Лен, вы где такой хватки-то научились? У нас пацаны в секции так не могут Ты зубы-то мне не заговаривай А потом нас проводников знаешь, как учат? И отпор дать хулигану И отличить правду от лжи Это вы что, на меня намекаете? Ты сказала же, что не знаю Чего пристали, а? Ну вот где мне его искать? А вы его не ищите А то попадется в лапы этой крыси из опеки Еще хуже будет Вы же ничего не сможете сделать Но ведь переживаю я за него Мальчишка он ищу Что бы ни случилось что-нибудь Ой, да не придумывайте вы Взрослый он уже из-за себя постоять сможет Взрослый-то взрослый В историю в какую-нибудь вляпается Голодный, небось Ну, ничем не могу помочь Колчин, долго тебя ждать? Быстро встрои Б6 Ранил Везет же некоторым Не отвлекайся Б7 Мимо А8 Что такое невеселый? Свидание не пошло на пользу? Сын приходил А ты кого ждал? Я ждал жену Понимаю Я тоже по жене скучаю Только здесь об этом лучше не думать Ранил Ой, зачем я выбрал это министерство? Пока все подпишешь Сдохнешь на работе Вы знаете, Павел Степанович У нас сейчас в моде электронные документы Так что Наше ведомство Скоро перейдет на прозрачный режим работы Лично я против Что-то всегда должно оставаться в тени Только если личная жизнь? Личная жизнь Ой, меня личная очень заводит Что мой секс с Катей Охраняет ее муж Меня извините, но Мне надоело обсуждать половые вопросы Он же даже не бывший Настоящий Мы как раз сейчас И узнаем Что он думает по этому поводу Охранника быстро ко мне Подстанция Афанасьев говорит Бригада 17-14 Примите заявку на место в детской нефрологии Да, у нас тут тяжелый случай Угу Доктор, что с моим сыном? А вы не понимаете? Да Звали? Садись Егор Твое отношение к работе Выше всяких похвал Молодец Это достойно То, что ты делаешь Правильно Поэтому я хотел бы тебя спросить И получить откровенный ответ Надеюсь, ты не будешь против Если я буду продолжать Пользоваться услугами Твоей жены Кати Извините, опоздал чуток Официант Коньяку 50 Слушаюсь Была на свидании с мужем? К сожалению, нет Не пустили? Назиру нужно было срочно поговорить с отцом Понятно Так что тут, Дмитрий Михайлович Какие новости? Ваш книг Надеюсь, хорошее Увы, малоприятный Иначе я рассказал бы все по телефону У меня к вам деловое предложение Какое узнаете при встрече? Только приходите одна Без адвоката Боюсь я за нее Кто ее там защитит, кроме меня? Алиса Ты как здесь? Ты что там увидела? Ты что сделал? Сука Давай на месте! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok